Девушки отдыхают Девушки отдыхают Губы очень маленькие, реально, очень маленькие губы Мэри, ты красотка, очень приятно, правда, спасибо большое Это чудный комплимент Моя честь Сахалин, большой привет Кто у нас там с Сахалином? Коршунов Что, знакома Коршунов, мы знакомы? Я хочу на Сахалин, я это поняла Что в деревню Сидеть там, подумать Как я веду себя? Что я делаю? Как сейчас такого пацаны Что очень давно не палала бога Даже с том, что он снимал Я это не разоколела Поэтому Не знаю Хочу в деревню Хочу Расслабиться И кайфануть Хочу природу Русскую увидеть И камера 60 Красива Все, мэмэ готов, больше краски не хочу Сегодня я без макияжа Как песня называется, я не знаю Это музыка, а играет радио Если вы хотите, вы можете задать мне какой-то вопрос Потому что вы мне никакие вопросы не задаете И мне нечего вам сказать Прямо сейчас полететь в любую страну, какую бы ты выбрала Америка Прямо сейчас я полетела бы в Америку Я очень хочу в Грецию на Миконас Я очень хочу на Миконас Есть кто был на Миконасе, кто летит на Миконас Расскажите С удовольствием Мэри, ты умываешься прессом? Конечно, я умываюсь прессом Я только что красилась, потому что я была не накрашена Мэри, ты травилась чипсами миллион раз Сеньги, а серьги, да, обычные, красивые Ой, что-то у меня болит Мэри, когда Лиза приедет, честно, я не знаю, куда приедет Лиза Мы еще не распарываем на эту тему Я уже в Беленджик собралась, все уже, да, уже все, наконец Как вам этот блеск? Мне кажется, он мне не очень идет, нет? В Ялте? Лиза не в Ялте Лиза, лизавтобсия Грел попку на Филиппинах и снимал видео с бассейна. Как он кайфует. Море? Слава мне говорила, что окунуться можно, но чтобы прям там плавать-плавать еще рановато. Где найти любовь? На сайте знакомств. Красивые глаза. Спасибо большое. Сейчас 26 в Москве. 25. Форму брови поменяла? Нет, она осталась тоже. Море, красавица. Спасибо. Все это знакомство, полный отстой. Согласна. Что используешь для депиляции? Я не депилирую свое тело, я делаю лазерную апелляцию. Смотри, где ты работаешь? Я продвигаю рекламу на платформах интернета. Впереди камера. 60. Ведешь себя как аристократка, женственная такая. Очень приятно. Это очень приятный комплимент. Большое спасибо. Я еду в парк аттракционов. Собираешься в Украину? Of course. Об Украине я всегда думаю с улыбкой на лице, с приятными эмоциями. Я очень хочу туда. Я там ни разу не была, но я чувствую, что я выйду либо замуж за украинского мужчину, либо круто там время проведу, но я прям чувствую, что эта страна мне подойдет. Точнее, темперамент мужчин мне подходит. Они так шутят, они так классно время проводят. Очень легкие и позитивные. Будешь снимать истории в парке? Да, я постараюсь. А, менструальной чаши? Нет, я почему-то сейчас ее не пользуюсь, потому что я ее, по-моему, потеряла в Таиланде. Чтобы сколько раз нужно сделать депиляцию? Сейчас, извините, мы в тоннеле едем, поэтому меня не видно. Да, по поводу ударения у меня тут немножечко проблемы с этим. Прошу прощения. По поводу депиляции, подмышки достаточно сделать 2-3 раза, и волосы перестают расти. Что касается бикини, 10 раз надо точно сделать. Бикини, ну, после пятого раза уже очень хороший результат. Я забыла сегодня надеть кольца, господи, это удар по моему сердцу, как я без них. Аж настроение упало, ладно, наверное, не стоит обращать внимание на такие мелочи. Нет, серьги у меня обычные, обычные, я купила в каком-то обычном детском магазине. Бики стоит убрать, по-моему, около 50 тысяч рублей, напишите в клинику. Есть же верхняя блефоропластика, есть нижняя блефоропластика. Слушайте, а ножки я еще не делала. Я думаю, ножки убираются, и ручки очень быстро. Я думаю, там, ну, 2-3 процедуры будет достаточно. Но это лучшее, что могло быть со мной в жизни. Да, какой домик красивый. Ой, какой комплекс жилый классный, прям кайф. Спереди камера, 60. Сколько вешешь? Вешу 50 кг. Шугаринг пробовала, воск пробовала, это все не мое. У меня, в принципе, после лазерной эпиляции волосяной покров не обвернулся настолько, насколько было изначально. Поэтому волосы в любом случае очень мягкие и очень хорошие. Вот. И, то есть, станок полностью, после того, как вы сделали там 5 процедур на пекине, 2 процедуры на подмышке. На подмышках вообще волосы практически не растут, не возвращаются. А на пекине они становятся очень мягкие, и станок очень хорошо справляется со своей функцией. Нет там колкости и там подобное. То есть, все очень гладкое и нечто. Сколько в день ты тратишь денег? В зависимости от ситуации. Ну, больше, чем хотелось бы. Она электроэпиляцию не делала, она же навсегда убирает. Это и есть электроэпиляция, лазерная эпиляция, или это разные вещи. Как часто нужно сделать эти 5-10 раз? Ну, я делаю достаточно с большим перерывом, потому что я не порядочная девушка, я все время нарушаю правила. Я делаю, я раньше сделала, ну, где-то 3-4 процедуры на пекине. Я сделала раз в месяц, ну, или там раз в два месяца. И вы знаете, у меня на протяжении года вообще практически не разли волосы на пекине, очень тонкие, такие как бы культурные, я бы так же не сказала. И поэтому вся кожа такая гладкая и приятная, поэтому я вам рекомендую прям сделать. Ну, есть разные лазеры, например, вот я делала разными лазерами, я могу уже сказать, какой лучше, какой лучше. Сколько нам еще ехать, подскажите, пожалуйста. 9 минут. 9 минут. Съезд, похороните, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я отвечу подружке. Погромче, погромче. Это просто моя любимая песня. Это просто моя любимая песня. Да, это правда. Я на все песни говорю, о, это большая песня. Как научиться петь? Болезненная процедура. Ну, скажу честно, многие, когда дают рекламу, говорят, абсолютно безболезненно, абсолютно безболезненно. Сегодня я езду в новую клинику, я в ней еще не делала, но могу сказать, что до этого, в предыдущие разы, ну, достаточно чувственно, чувствительно. Кому-то вообще не больно, кому-то очень больно, мне так неприятненько. Как же мы друг друга с тобою нашли? Ну, голос, ну, такая тема. Ну, голос, ну, такая тема. Нежелательная, поэтому, почему бы и не поговорить про девочки с тобою? Я в Америке. Мэри, ты убираешься дома? Так, спасибо. Так, ну, у меня какие-то вопросы, знаете, задаете, ну, не очень. Красотка, куда посоветуюсь летать отдохнуть? Вот честно, кто бы мне сейчас посоветовал, куда слетать отдохнуть? Потому что я вообще не знаю, куда лететь, с кем лететь, зачем лететь. Я могу посоветовать зимой, куда слетать отдохнуть. Куда летать или летать отдохнуть, летом я не знаю, честно. Турция, ну, что тут советовать? Турция это чисто так, как на дачу съездить. По поводу Европы я не была ни в Испании, ни еще где-то. Я в Американской России. Боешь летать? Нет, вообще не боюсь летать. И никогда не боялась. Ну, и некоторые, иногда, когда сужусь в самолет, ну, я попрошу Бога о том, чтобы все было хорошо. Я все равно вспоминаю и говорю, Господи, извини, что я тебя редко вспоминаю. Пожалуйста, помоги мне долететь спокойно. Потому что ты же отдаешь свою жизнь, даже не в чужие руки, ты отдаешь свою жизнь на произвол судьбы, да, грубо говоря, конечно. И я упоминаю Господа, конечно, я говорю, Господи, извини, что так мало веры, извини, что я не хожу в церковь, не ношу крестик. Господи, я верю в Тебя в любом случае. Дай Бог мне сейчас с достоинством преодолеть это испытание полета. Вес у меня составляет 50 килограмм. Крем от пигментации не знаю. Ну, если вы летите компанией, если вы летите на Мальдивы со своим молодым человеком, то не переживайте, не заскучайте. Потому что все-таки Мальдивы это Мальдивы. Там должен побывать каждый, вот я там еще не была. Лицо не изменилось. Почему оно у меня должно измениться? Я какая была красивая, такая красивая и осталась. Кто-то у меня просится на это. Не знаю, девчонки, если вы тут кто есть, кто знает крем от пигментации, пожалуйста, посоветуйте человеку. Когда в Штаты полетишь? В следующей жизни, блин. Чувствую, на следующий год я перееду туда жить. Я думаю, где-то в сентябре, в августе следующего года я буду в Америке. А то, что я хочу, то непременно оно должно сбываться. Но меня постоянно мучает один и тот же вопрос. Постоянно. Стоит ли говорить так громко и открыто о своих желаниях? Либо это лучше утаить, подождать? Не знаю. Стоит ли брать совета у людей и рассказать о том, что тебя волнует? Либо лучше держать это в секрете, потому что не сбудется. Это очень круто. Ты сама ходишь в Америку? Я очень-очень люблю. Сколько пафсов? Где вы вообще увидели пафа? Я разговариваю с вами точно так же, как я разговариваю со своими подругами. Я такая уже веселая, открытая, позитивная. Говорю о своих желаниях. Я буду накататься сейчас на аттракционах. Пафос родился вперед, Мэрия. Да было бы чем понтоваться. Так, все пишут, держать в секрете. А я вот всем еще раз болтаю раньше времени. Ой, так мы уже видим. Американские супергорки, я же в Америке. Ой, вот эта тема нет. Я на нее ни за что не сяду. Вы бы сели вот на такое аттракцион? Я такая трусишка, честно. Она не сяду. Она не сяду. Она не сяду. Я не сяду. Продолжение следует...